В 2018 году исполняется 100 лет Государственной архивной службе России, 95 лет архивной службе Чувашии. 1 июня 1918 года Совет народных комиссаров принял декрет о реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР, заложившая основу современной системы архивных учреждений в стране. Спустя несколько лет, в феврале 23-го целенаправленное формирование архивных фондов началось и в Чувашии. До 1920 года Чувашии как таковой не существовало. Документальное наследие было рассредоточено по различным губернским хранилищам и учреждениям. Собрать его в Единый государственный фонд удалось благодаря профессионализму и самоотверженности первых архивистов. В результате накопился огромный массив документальных источников, рассказывающих обо всех важных и заметных явлениях и событиях в истории Чувашии. Эти документы работают на наш народ, на нашу родину. На самом деле, ведь очень много документов выдаем, архивные справки выдаем, ну и, конечно, занимаемся еще научной деятельностью. Вековой юбилей архивной службы – это праздник не только сотрудников государственных и муниципальных архивов, ветеранов архивного дела, но и организаций, передающих на хранение свои документы, и всех людей, обращающихся в архивы для восстановления необходимых фактов. Особенно приятно было искать документы по городу Чебоксары и понимать, в каком городе ты живешь. А в нем, как и много чебоксарцев, было бы твой неинтереснее это все сделать. Увидеть город Чебоксары, представить вам на рубеже веков. И теперь, читая лекции с студентами, обязательно пользуюсь вашим материалом, даже не представляясь, в каком фоне. Несмотря на то, что электронный документ-оборот ведется все более активно, документы на бумажном носителе не теряют актуальности. Их ценность повышается год от года. Для хранения и использования этого богатства необходимы новые технологии и методики. Именно их используют в недавно открытом новом здании исторического архива на улице Урукова в Чебоксарах. И это не единственный пример инвестирования в архивную отрасль. В последние годы мы чувствуем поддержку. И материальная база улучшается. Современные компьютеры приобретаем. Транспортные средства выделяет правительство. Наши архивисты, я думаю, то, что они сегодня сохранили, передадут нашим потомкам. Со второй главной задачей популяризации исторического наследия архивисты тоже справляются блестяще. Весь прошлый год в нашей программе «След в истории» они рассказывали об уникальных документах периода февральской и октябрьской революции. На днях стало известно, что этот проект занял второе место в конкурсе российский хронограф.